Это предприятие занимает особое место на эно-гастрономической карте страны. Продукция ее отмечена наградами престижных международных выставок и известна не только в России, но и за рубежом. Здесь же с руководителями и сотрудниками ведущих средств массовой информации Анапы встретился глава нашего города и председатель муниципального совета депутатов. Помимо слов поздравлений, разговор зашел и о проблемах, которые сегодня особенно остро стоят в Анапе. Одно из болевых мест – ситуация с землей. Знакомая всем история, когда купив участок под индивидуальное жилищное строительство без тех условий, счастливый обладатель земли узнает, что подведение воды и прочих благ цивилизации в стоимость участка не входит. Крайне в этой ситуации остается не продавец, а администрация города, куда приходят жалобы. Для решения этих проблем приходится отвлекать бюджетные деньги, которые могли бы пойти на социальные программы. И здесь глава города намерен навести порядок. Вот человек продает 10 участков, пусть он принимает какое-то участие, он заранее должен проложить трубы под канализацию, под воду или принять какое-то участие в тех условиях в развитии, чтобы притянуть эту воду или газ на эти участки. Логично или нет? Сегодня мы получаем сотни жалоб от людей, нет воды, нет газа. Помимо этого изменения коснутся и застройщиков. Сегодня кардинальным образом меняются подходы к возведению многоквартирных домов. Были и парковки, там строились школы, садики, спортивный объект. То есть людям потом было комфортно жить, они создавали садик и школу, вы знаете, что мировой опыт. И у нас есть целые регионы, когда должен быть в шаговой доступности. Вышел ребенок из подъезда, вот он в школе, вот он в садике. Сегодня Юрий Федорович проявил мужество и поставил нет, стоп этому беспределу. Предполагается, что эти вопросы будут рассмотрены на Совете муниципального образования. Ближайшая сессия состоится в начале следующего месяца.